В первый день проката, Чебурашка, собрал 225 миллионов рублей, это рекорд среди российских фильмов, выходивших 1 января, кино и сериалы на DTF. До этого больше всех в первый день нового года приносил последний богатырь, корень зла. Овечкин после победы со счетом 9-2 сфотографировался с мамами игроков, Монреаля. С российским нападающим, Вашингтон Кэпиталс, Александром Овечкиным после матча с Монреаль-Канадиенс произошла милая история, сообщает Washington Hockey Now. Удар по зданию ПТУ в Макеевке, ДНР, 2 января 2023 года. Украинские военные в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по городу Макеевка в Донецкой Народной Республике. Человек с гнильцой, Пугачева сильно пострадала из-за ярости Галкина. Станислав Садальский признался в ненависти к Максиму Галкину. Алла Пугачева, говорит актер, делает все ради мужа. Призер чемпионата мира перешел из «Зенита» во французский «Леон». Контракт хорватского защитника Деяна Лаврена с французским «Леоном» рассчитан до 30 июня 2025 года. У Роналду будет право менять тренеров Аль-Насре, CBS Sports. Криштиану Роналду будет обладать большими полномочиями в Аль-Насре. В новогоднюю ночь жители Украины спасались от российских обстрелов. Вот как выглядел для них первый день 2023 года. Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные кадры, сделанные в течение предыдущего дня войны. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой оба и че. Средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу. Жертв и разрушений нет. А как же дети? Непотребное поведение Черной Рапунцель попало на видео. Звезды «Дома-2» жить не могут без скандалов. Даже уйдя с проекта, они продолжают играть на публику, ничем не гнушаясь. На трассе М-5 ввели ограничения из-за непогоды, 2 января 2023 года. В Башкирии на границе с Челябинской областью запретили движение автобусов, такси и грузовиков. В СУ обновили потери России на войне, уничтожено много путинских военных, инфографика. Всего с 24 февраля 2022 года ликвидированы почти 108 тысяч российских оккупантов. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи.